Такие факты нужно обязательно документировать, кто направил эту группу, кто как ввел в этом конкретные фамилии, дата там событий и фамилий. И вот записывать их, фотографировать их лица, чтобы они тоже вот ощущали, что их зафиксировали и завтра с них спросят. Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели канала Перехват Управления. Леонид Григорьевич Ивашов у нас сегодня на связи. И тема у нас сегодня арест Лушавиной Алины. Что происходит у нас в стране? Почему такой маленькой хрупкой женщиной боятся власть? Потому что арестовывали ее там 20 здоровых мужиков с автоматами и в бронежилетах. Вам слово. Я... Добрый день, наши уважаемые зрители. Читаю Пушкина. Пугая внешними врагами, нас убивают изнутри. Да. Ну, что происходит? То, что происходит в стране, как наш великий Путин говорит, все идет по плану, все идет по графику. Вот исходить из этого нужно. Первое. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И плюс говорится, что народ исполняет свои властные полномочия непосредственно, а также. И вот мы познакомились с Алиной Лушавиной на первом съезде народных представителей. Мы – это общероссийское офицерское собрание. Потому что мы тоже вот исходили из того, что власть у нас незаконная, потому что вот именно третья статья, я считаю, Конституции – это одна из основных, может быть, самых главных статей, которая определяет сущность власти в Российской Федерации. Но статья прописана, а механизм, вот как осуществлять власть народа, механизма нет. И поэтому у нас те, кто должны служить народу, а это прокуроры, следовали там приставы и прочее, прочее, служить народу, то есть оказывать там помощь, защищать народ. Вот у нас всё развернулось, значит, против течения. И вот когда, значит, первый съезд народных представителей собирался, я скажу, что женщины оказались более организованы, более ответственны, вот, более ответственны. И более, ну, что ли, грамотны в плане, вот, построения народной власти. Вот представьте, что на первый съезд в Москву во время ковида собралось 1200 человек. Представители всех регионов, и в основном это были женщины. Женщины, да, вот, они представили там свои слайдовые ряды, как организуется народная власть, вот, как избирается, начиная там с поселковых советов и так далее. И, казалось бы, ну, властные структуры должны были поддержать, вовлечь там в обсуждение там, отработать вот эти механизмы совместно, но получилось наоборот. Вот, и вот Алина Лушавина на этом съезде очень грамотно, ну, вышла она, по сути дела, мы думали, вчерашняя студентка там, молоденькая и так далее. А она вышла уже как опытный медик, медицинский работник, и она вот разложила, по сути дела, по полочкам, что не так с организацией ковида. Почему народ отстранен, и народу навязывают некто там, ну, Голикова там, Попова, Гейнсбурги, вот, навязали вот эту, как бы, систему, не обосновывая, не аргументируя против научного медицинского сообщества, вот, как бы выступающую. Вот, и вот я тогда запомнил вот Алину Лушавину, но дальше просто вот отслеживал дистанционно, ведь эти женщины абсолютно ничего не хотят. Вот даже они в 20-м, 21-й, там, 22-й год, ну, и последние вот годы, ведь они что требуют? Они идут в прокуратуру, идут там, значит, в Госдуму, идут в эту, вы служите народу, да, мы служим и так далее. Так вот, мы, народ, пришли, объясните нам ваши полномочия, объясните нам наши, как бы, ну, и у нас всё это, значит, закрывают, затыкают. Главное, чтобы народ, народ, вот, не мог пробиться к чиновникам. Вот то, что происходит, я уже не раз говорил, в нашем вот этом властном чиновничестве, я называю это чиновничьим фашизмом, фашизм, потому что он делает совершенно обратно, уничтожает вот это права человека, права народа, населения и так далее. То есть, вот, чиновники, они организовали некий класс, я вот ещё раз говорю, называю это чиновничий фашизм. Вот, это вот первое. Ну, и вот прислали здесь картинки, как арестовывают Алину. И ты вот сказала, 20 человек врываются, чтобы арестовать там, перевернуть всё в доме, арестовать вот эту скромную, интеллигентную женщину. Ну, вот такой погром оставили после себя силовики, изъяли всю технику полностью, перевернули всю квартиру вверх дном. Перевернули даже кровать. Крупа рассыпанная, не знаю, что они здесь искали. Алину Александровну увезли сейчас в следственный комитет. Мы едем на место событий. Я не считаю таких вот людей вообще мужчинами, которые врываются. И во-вторых, во-вторых, вы понимаете, вот Курск защищать некому. На передовой там ходить в атаку некому. А здесь вот этих бездельников, одну женщину, 20 человек. Это что, у нас излишки, что ли, население? Или же вот то, о чём говорит Александр Сергеевич. Нас внешними угрозами пугают, но убивают изнутри. Вот этот вывод подходит как раз, что главное не там внешний враг, там Украина, НАТО и прочие все эти внешние угрозы. А вот женщина, оказывается, она страшней всего этого НАТО. Скромная, интеллигентная женщина, вот, очень грамотная, специалист хороший. И ещё надо не забывать, что мать малолетнего ребёнка. Мать, да. Ну, вот с одной стороны Путин взывает, надо там вся эта шобла правительственная. Надо вот рожать больше там, да. На фронт некого посылает, рожать нужно. С другой стороны, мы видим, как относятся просто к женщине. И ещё, ещё я хочу сказать. Вот эти, для меня вот вопрос стоит, вот эти следователи, которые ворвались, причём там вот пишут, что по голове её били, являются ли они вот мужчинами вообще? Вот я таких рассматриваю. И когда-то вот ещё во время службы там в армии, всё, вот мы этот вопрос изучали. То есть нам доводили психологи и, значит, специалисты другие, вот, что мужчины, которые являются, ну, мягко назовём, однополыми, то есть в сфере мужской любви, вот они работают как-то, да, и обитают. Они всегда ненавидят женщины. Женщина не только соперница там ему, но женщина — это и враг. И вот когда происходит вот это избиение, а эти уже не раз, и ты, наверное, видела, как относятся вот эти женщины, там, полицаи, там, эти прокуроры и так далее. Вот такие люди не являются вообще-то мужчинами, вот, однозначно. И с другой стороны вообще у них человеческие качества отсутствуют. Ну, вот 20 человек, вот, честно говоря, мне трудно представить, прибежали там, заламывают и так далее, ей там по голове бьют, и вот так, по крайней мере, пишут, что удар по голове, сотрясение мозга и так далее. Видимо, она является самым страшным врагом, я так понимаю. Да, 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 то есть это не люди, это не люди, вот. И есть еще вот в категориях, это вот когда психологию изучали мы, значит, там, да, есть люди, вот, просили нас, значит, акцентировали внимание, вот, даже те ребята, которые там кошек вешают, там, издеваются над животными, это страшно опасные люди, люди. Это вот, ну, и Великая Отечественная война показала, что шли там полицаи, чтобы вот издеваться, радоваться, наслаждаться мучением других людей. Это есть, есть это и в теории, британская теория Шелбурна, там, Тюм, психолог, и Иеремия Бинтам. Вот они создали теорию, суть которой, если страдания других людей тебе доставляют удовольствие, то ты на правильном пути, на правильном пути. И мне даже Линдон Ларуша, это кандидат президента США, такой сторонник Рузвельта, вот он, когда я его вот про это спросил, да, и он мне говорит, у нас гражданская война внутри США была именно, что Север отрицал вот такой подход. Я говорю, нам говорили, что Север не хотел рабов, а южане хотели, нет-нет, рабов хотели все, но вот эти теории Бинтама, Шелбурна, Бинтама и Юма, они, говорят, хотели насадить, чтобы мы жили только, то есть власть была у людей, которые наслаждаются страданиями других людей. Вот я этих, кто приходит арестовывать, там, заламывают руки, отношу к таким вот именно нелюдям. Нелюдям, да. Ну и что еще можно сказать? Вот, ну вот такой порядок у нас в нашей стране, точнее бардак, идет война сегодня, нехватка, вот решает вопрос, там, проводить мобилизацию, там, и так далее. Зачем столько сегодня у нас полицаев, да, там этих следователей, там, прокуроров и прочее-прочее, такая масса. Вот, ну возьмите опыт или Великой Отечественной войны, возьмите опыт других стран. Когда чрезвычайная ситуация создается, вот эти все люди, сегодня он прокурор, но он, находясь в резерве, в запасе, он должен, в случае вот этой опасности, он немедленно прибывает там в военкомат, в воинскую часть и садится за рычаги танка. А у нас, по-моему, сейчас, вот в связи с этой военной ситуацией, у нас, наоборот, больше появляется вот этих прокуроров, ну вот, опять же, к той же цифре, вернемся в одну квартиру к женщине, ну, врываться столько, вот, значит, их девать некуда, где-то задействовать, пошлите их на фронт, пожалуйста, и пусть пойдут на передний край, вот, их пускать туда, вот так, да, и там они уже отведут свою душу. Леонид Григорьевич, а скажите, может быть, стоит обратиться к Бастрыкину по такому поводу, что бы вы сказали ему? Ну, что бы я ему сказал? Ну, основания, основания, вот, какие основания вот ее там арестовывать, тащить в суд и так далее. Это первое, какие основания. И дальше, если предъявят мне, вот она что-то говорила, у меня ряд вопросов. Скажите, пожалуйста, Чубайс меньшего вреда, если даже вот Алина какой-то вред нанесла там нашему государству. У Чубайса меньше вред вот этот. У других там бежавших, там, Абрамович, один из вице-премьеров, у них меньше, что ли, вот этот ущерб государству нашему. Почему вот такой подход? Тот, кто ворует миллиардами там и рушит образование, рушит медицину, ну, вот те же Попова, вот мы говорили, та же Голикова и так далее, они что, меньше вред, что ли, наносят? Почему, значит, их не трогают, они сидят в мягких креслах? Почему, значит, вот эту или за границей? Почему вот эту женщину арестовывают, значит, чтобы показать и миру? Главный враг – это, я думаю, здесь пропагандисты тоже обыгрывают наши. Вот, что американцы там, англичане, украинцы, да-да-да, но главный-то враг – вот она, Лушавина оказывается. Вот кто главный враг. Мы вас там так не трогаем особенно. Того же Зеленского уже сколько говорили здесь и у тебя на канале, что оно почему не наносит удары по центрам принятия решений, о чём, кстати, Путин неоднократно говорил. Мы будем наносить удары, наносит удар Полушавиной. Ну, это я просто вот подводя итоги, вот глядя, вот когда эксперты у тебя на канале, на других каналах, когда специалисты высочайшего уровня вот дают развитие ситуации, анализ развития ситуации в экономике, в финансах, там, в машиностроении, во всём, в медицине. Вот буквально утром я столкнулся здесь, в Крыму, девочка сломала там руку и так далее, и она не может, пришла там поликлинику где-то, не может пробиться, говорит, 46 человек впереди стоят и говорят, сегодня не попадёте и так далее. Ну, что, не над чем нам работать, что ли, внутри страны? Бардак кругом. Вот эта деградация, то есть тенденция вот свёртывания, тенденция, значит, падения, она пронизывает все сферы. И прежде сфера вот управленческая, она вообще сегодня не существует, как вот такая позитивная система, служащая интересам простых людей. Уже не только простых, да. Вот, поэтому есть над чем работать. И вот то, что вот люди делают, милые наши женщины, то, что вот общественная организация, ну, вот у тебя какие на канале специалисты, у Павла там Иванова, эксперты, прожившие жизнь, значит, вот, получившие определённые знания, богатый опыт, вместо того, чтобы их задействовать, у нас, понятно, всё мыслящее, творческое, научное, оно выдавливается за обочины системы вот этой управления, нейтрализуется, чтобы не могли оказывать позитивного влияния. А на должности, высокие ответственности, на ключевые должности ставят человека, ну, который приходит, и для него всё новое. Он впервые, как вот Медведев, будучи президентом, зайдёт, значит, впервые удивляется, он впервые об этом не то что видит, слышит впервые. То через 30 минут он даёт уже указания, значит, как развивать эту отрасль, это направление. Ну, ну, это же... Леонид Григорьевич, мы с вами говорили, что на должности сейчас даже не назначают, их покупают. Надо заплатить большие деньги, вот как я недавно слышала, чтобы на Лубянку попасть юристам. Надо заплатить от там 8 до 15, по-моему, миллионов рублей. Вот такие расценки у нас. Ух, как Жириновский даже об этом говорил, хотя в депутаты тоже он покупал, да. Но, тем не менее, вот она система. И вот я, как занимающийся аналитикой много лет, просчитываю тенденции. Ну, система разведпризнаков, и дальше выстраиваешь тенденции. И у нас там доклады делали в Академии геополитических проблем, специалисты, во что я сначала не поверил. Но ещё раз внимательно вот эти графики, все факторы, которые вот являются действительно фактическими, состоявшимися, вычисляешь тенденцию. И вот то, что после инаугурации торжественной, самой торжественной в мире инаугурации, вот последней, Владимир Владимирович Путина, и данные им обещания, ну, вот можно предполагать, и я так предполагаю, что к 29-му году Россия как государство перестаёт быть. Перестаёт быть. Или соберутся втроём, как три этих алкаша в Беловежской пущи и распустят Россию, или каким-то другим образом. Вот. Но государственность, она может закончиться. И Путин, значит, находясь то ли в Корее, то ли во Вьетнаме, я уже запутался, он же сказал, что мы не можем потерпеть поражение. Ну, имея в виду вот это, в СВО. Потому что это грозит нам утратой государственности. Ну, посмотрите, ну, казалось бы, вот я уж что только не прошёл в этой жизни военной службы, но я никогда не мог поверить, что вот мы не сможем, ну, прорыв может быть там какой-то временный, на несколько часов прорыв через границу. Вот, в Курскую область. Но чтобы вот так не было сил у нас там, значит, одну-две бригады выдавить всей России, из территории России, ну, я бы никогда не поверил. Вот, что мы сегодня стоим. Поэтому вот это, такой прогноз, он не только от меня исходит. Вот, что мы к 29-му году закончим моё существование в формате государства и можем распустить, вот, это становится реальностью. Признаки какие-то. Ну, посмотрите, какие обещания Путин давал. Они никогда не близко даже не могут быть выполнены. Вот. И поэтому дают, что, значит, пообещаем, никто с нас уже не спросит. Ну, возьмите вот, значит, что к 29-му году будем выпускать тысячу гражданских самолётов. Залазишь, а сколько же за прошлый год? За прошлый год два гражданских самолёта, значит, выпустили, а вот через там 4 года, через 5 лет там будем уже тысячу. Ну, это вот как бы признак того, что никто с нас уже не спросит, ври сколько можешь, что можешь, и никто себя не спросит. Вот это один признак, а таких масса признаков. И вот сейчас, ну, вот нужно понять, что если мы промолчим, вот промолчим, сегодня Алину посадят, завтра там придут за нами и так далее, потому что ведь лучшего поощрения, поощрения для вот этих нелюдей, вот, и там однополых, и там других и так далее, для вот этого чиновничьего фашизма лучшего поощрения, чем наше молчание, нет, естественно. Лучшего нет, потому что вот, что бы они ни творили, у них страховка. С одной стороны, мы, народ промолчит, проглотит, как сегодня говорят. С другой стороны, прокурор прикроет. С третьей стороны, суд всегда оправдает тебя. Ну, посмотрите, какая у них степень защиты. Поэтому, ну что, будем, кто верующий, молиться за Алину, а, да и верующие тоже, а другие, ну, поднимайте голос. Ну, фашизм, вот он наступает на горло каждому человеку, не кому-то там на должностях или кто-то блогером является, каждому наступает на горло. И мы это ощущаем, и по информации, по тому, как работают вот эти телефоны, там, Ютуб, там, закрывают. Ну, все, чтобы мы ничего не знали. А Греф все время говорит, нельзя давать знания. Нельзя людям давать знания. Вот. И он у нас управляет. Я вот это замечал, когда Путин, особенно на этом Петербургском международном форуме, Путин сидит, Греф может его прервать, других прервать влазит. И я не могу понять, а кто правит страной у нас. Да. И он вот заявляет, там, Путин утверждает, программы там образования, Греф, нет, нет, до этого Чубайс же говорил, нет, три класса и достаточно. А потом, у кого деньги есть, пожалуйста, идите платить. Кто у нас управляет этой страной? Я еще раз говорю, не будем мы вот сопротивляться. Нас дожмут до пола, и мы будем жить еще, сегодня мы уже живем, я говорю, в условиях вот этого чиновничьего фашизма. Завтра будет еще хуже. Леонид Григорьевич, в этом случае мы жить не будем, если будем молчать. Вот именно сейчас тот случай, когда и нужно объединиться, когда и нужно встать, и, по крайней мере, отбить эту женщину. Действительно, друзья, зрители, никто не останется в живых после того, как уничтожат самых лучших, тех, кто именно вас защищал и в 2020 году, и продолжал эту деятельность до сих пор, и, надеюсь, и будет продолжать с нашей помощью. Спасибо, Леонид Григорьевич. И вот надо обратиться еще к Иванову, Виталий Ивановичу. Он там говорил, что все учитывается. Вот такие факты нужно обязательно документировать, кто направил эту группу, кто как вел в этом, конкретные фамилии, дата там события и фамилии, вот записывать их, фотографировать их лица. Ну, все в рамках закона этого. Чтобы они тоже вот ощущали, что их зафиксировали, и завтра с них спросят, голубой ли он там, синий ли он там, и так далее, кем бы он там ни был, что с тебя завтра спросится, потому что ты нарушаешь даже вот это паршивое во многом законодательство. Спасибо, удачи всем. Спасибо, Леонид Григорьевич. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok